Сначала гранты, а потом все остальное. Просто я вообще не знал об этом, но такого нигде нету. Только, как я понял, в ТИСе есть. И у меня это было в новинку, неожиданно. Терпение и труд с днем учителя. Где твой хиджаб, сестра? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Ректор Казанского федерального университета поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. В день учителя Ленар Сафин отметил, что учительское дело одно из самых созидательных и творческих занятий, но также одно из самых трудных и ответственных. С полным текстом поздравления можно ознакомиться на сайте университета. Обладателями гранта правительства Республики Татарстан стали 30 первокурсников Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Все подробности смотрите далее. В новом IT-парке имени Башира Ромеева состоялась 12-я ежегодная церемония вручения грантов правительства Республики Татарстан. Лучшие студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета стали обладателями гранты на обучение. Мы вручаем гранты лучшим из лучших студентов. Очень надеемся, что этот потенциал, который у нас в Республике есть, он будет работать исключительно только на Республику. Соответственно, будут создаваться новые кейсы, новые решения. Соответственно, эти ребята будут для нас являться новым драйвером в части развития новых IT-направлений. Наше время уникально в плане развития IT-технологий. Обучение студентов за счет гранта – способ поддержки талантливых специалистов. Система распределения средств действует предельно просто. В процессе формирования списков на зачисление абитуриентов на коммерческой основе составляется рейтинг студентов, претендующих на грант. В этом году грант на обучение получили 30 первокурсников. Хочу вас поздравить за ваши достижения, за то, что вы выиграли, за то, что вы заработали этот грант. И, естественно, мое главное пожелание, чтобы и все оставшиеся 4 года вы также выиграли, также получали этот грант, и чтобы все у вас запланировано сборо. Гранты – это всегда такой вызов для студента, то есть, вот тебе дали на год деньги, то есть, как бы не в карман, а вот сразу туда, и тебя больше не спросят об этом. А через год снова получается рейтинг, снова надо доказывать, что ты должен быть в списке, правда, на втором курсе у вас уже будет и 50 грантов. Вот. Это некий вызов для вас для того, чтобы просто, ну как объяснить, нужно просто вам не потерять тот драйв, те силы, которые у вас есть сейчас. Для многих первокурсников присуждение гранта стало приятной неожиданностью. К примеру, Лейсан Нонскую это событие не только обрадовало, но и замотивировало на высокие результаты. А вот Марат Гафаров и вовсе обескуражен. О присуждении гранта он узнал совершенно случайно. Просто я вообще не знал об этом, но такого нигде нету, только, как я понял, в ЭТИСе есть. И для меня это было в новинку, неожиданно. В течение этого года студенты будут внимательно следить за рейтингом. Уже в следующем от их достижений будет зависеть, получат ли они грант на обучение вновь. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. В стенах лицея Лобачевского Казанского федерального университета и Айти-лицея КФУ прошел торжественный праздник День учителя. Более подробно о мероприятии расскажет Амир Ахтямов. В стенах лицея Лобачевского Казанского федерального университета и Айти-лицея КФУ прошел праздник День учителя. К поздравлениям присоединился и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Я не случайно пришел к вам в этот день, в ваш профессиональный праздник. Мне очень приятно вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Я думаю, что у каждого человека в жизни есть его первый учитель, и мы все их помним прекрасно. Они нас научили читать, научили считать. В общем-то, всему в жизни научили. День учителя – один из самых известных, любимых и широко отмечаемых профессиональных праздников. Традиционными для этого дня являются море цветов, поздравления педагогов с добрыми пожеланиями. Лицея Ленар Сафин занимает ведущие позиции уже не менее шести лет. И наши выпускники ежегодно поступают в ведущие улы Российской Федерации, которые входят в ТОП-20. Большинство из них обучаются в Казанском федеральном университете. Во второй половине дня прошел праздничный концерт, в котором ученики IT-лицея КФУ читали стихи, пели, танцевали, показывали театральные сценки. Вельмоши, богачи, все дома! Когда ты видела, как рукируем там, где только свадьбы именинные. Безмерно благодарен вам, лицеистам, прежде всего, за вот этот подарок, за организацию этого концерта. Концерт закончился выходом всех участников программы «В зал» со словами поздравлений и добрых пожеланий своим учителям, а также подарками для любимых учителей. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Александр Кузнецов, Универньюс. Гибель задержанной иранской полицией нравов девушки заставила десятки неравнодушных людей выйти на улицы страны с протестами против полиции нравов. Как ситуация складывается на сегодняшний день, разбиралась наш корреспондент. В Тегеране и других городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 16 сентября. По неофициальным данным, за это время погибли уже более 130 человек, сотни раненых. Беспорядки вспыхнули в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Она скончалась после задержания полиции нравов. Очевидцы утверждают, что ее избили сотрудники надзирательного патруля, обвинившие Амини в неподавающем ношении хиджаба. Иранская же полиция утверждает, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Протесты вспыхнули во время церемонии похорон в родном городе с девушкой Секкезе и в административном центре иранского Курдистана, городе Сен-Эн-Деджи. А затем уже распространились практически по всей стране. Лозунг «Женщина, жизнь, свобода» стал символом протеста. Многие женщины в ходе демонстрации снимают хиджабы. При этом беспорядки очень быстро перетекли в разряд политических. Среди лозунгов появились призывы к смене режима и пожеланию смерти верховному лидеру Ирана Аятолле Али Хаминеи. В основном в протестах участвуют молодежь, студенты. И мы можем говорить о том, что те лозунги, которые выдвигают иранские протестующие граждане, они в основном сосредоточены на пронятии большей свободы. И ее можно трактовать по-разному. Это и свобода правам женщин, и свобода информационного пространства, и свобода действия и ряд других аспектов. Сегодняшнее народное выступление далеко не первое в стране. Последние пять лет тяжелая социально-экономическая ситуация способствовала периодическим крупным вспышкам протеста, происходившим приблизительно раз или два в год на фоне множества мелких акций и забастовок. Однако они редко длились столь долго. Властям удавалось достаточно быстро брать ситуацию под контроль. Главным отличием нынешних протестов от прошлых подобных выступлений являются требования участников, которые стремительно радикализируются. Речь уже не только об экономике и осторожных реформах в рамках существующего строя. На первое место выходят требования политических перемен и смены высшего руководства. Ранее идеи о необходимости отказа от исламского строя звучали, но не столь ярко и терялись среди других лозунгов. Нынешние же акции свидетельствуют о наступлении качественного изменения настроения в Иране, о кризисе легитимности режима, который до сего момента был не столь очевиден. Показательно, что сжигая головные платки и хиджабы, протестующие подчеркивают, что эти действия направлены не против исламских традиций, а против политического режима. Что касается позиции правительства Ирана, то она достаточно жесткая, и власти достаточно активно действуют по подавлению различного рода демонстраций, митингов. И по мнению правительства Ирана, главным виновником данных событий являются страны Запада, и в частности США, которые через информационные ресурсы различным образом смогли спровоцировать вот это недовольство. Напомним, что Иран является одним из важнейших торговых партнеров России. Товарооборот между Россией и Ираном – 4 миллиарда долларов. По информации иранских СМИ, Тегеран в этом году собирается увеличить этот показатель в 10 раз. На фоне очевидной волатильности для России крайне важно сохранить ценовой баланс и долю на азиатском нефтегазовом рынке. Возобновились переговоры об участии Лукойла в двух нефтяных месторождениях Южного Ирана. А также продолжается обсуждение поставок российского газа через Азербайджан для последующего экспорта из иранских портов. Так кому же выгодны эти беспорядки в Иране? Карина Саяхова, Универньюс. В Тегеране состоялось открытие программы подготовительного факультета Казанского федерального университета. В настоящий момент уже сформировано 3 группы по 15 человек. Программа направлена на подготовку абитуриентов для поступления в КФУ. Так, первый семестр обучения пройдет в Тегеране. На второй семестр для углубленной предметной подготовки слушатели программы приедут в Казань. Участие в мероприятии приняли проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев и заместитель директора Института филологии и межкультурной коммуникации Ильзара Гафиятова. В Казанском федеральном университете продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для ВУЗа Донбасса. Коллектив ВУЗа с начала специальной военной операции оказывает помощь жителям Донбасса. Так, в университете состоялась благотворительная акция по поддержке беженцев. Был организован сбор гуманитарной помощи и прошла лагерная смена для детей. Ежегодный фестиваль для первокурсников «Интеллектуальные бои» в самом разгаре. Пять конкурсов личного и командного формата проходят в стенах Казанского федерального университета. Этим утром первокурсники приняли участие в игре «Что, где, когда». Впереди их ожидает турнир по парламентским дебатам и конкурс «Попади в историю». В симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся двухдневный базовый курс по оказанию первой медицинской помощи из цикла «Тактическая медицина». Участие в нем приняли преподаватели кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины, сотрудники Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления МЧС России, а также Управления Федеральной службы исполнения наказания по республике Татарстан и исполкома Казани. Многие знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. Но последовательность, правильность выполнения – вот это очень важно. И поэтому вот этот курс «Тактическая медицина», который сейчас проходит, он и обучающий курс, он очень важен для того, чтобы выработались автоматические навыки и помогали врачи, кто парамедики, именно пострадавшим людям в любых ситуациях. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok